МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Газификация за Волжье начнется в 2018 году. 16 апреля глава Чуваши Михаил Игнатьев провел рабочее совещание по этому вопросу. Нашу съемочную группу узнала подробности проекта. Газификация за Волжье – очередной этап совместной работы правительства Республики и Газпрома. За последние годы компания инвестировала в Чувашию более миллиарда рублей. Голубое топливо пришло в дома жителей и многих муниципалитетов. Построены несколько стратегически важных объектов. На очереди газификация левобережной части Чебоксар. Администрация столицы уже объявила открытый аукцион для определения подрядной организации. Первоначальная сумма торгов оценивается в 437 миллионов рублей. Глава Чувашии попросил максимально четко выстраивать межведомственное взаимодействие и придерживаться сроков работы. Мы должны синхронизировать по потребителям. Это подготовка проектно-смеддокументации, подготовка потребителей, прежде всего личных, домохозяйств. Поэтому приглашены сегодня на совещание потребители государственных учреждений, бюджетных учреждений, муниципальной собственности. И, соответственно, мы должны работать с коммерческими организациями, предпринимателями, для того, чтобы в Заволжье на самом деле газ природный использовался. В первую очередь планируется газификация социальных объектов. Это котельные, учреждения образования, культуры, здравоохранения, находящиеся в государственной собственности. В рамках реализации первого этапа предусматривается проектирование внутрипоселковых сетей поселка Сосновка, Октябрьский, Северный, Пролетарский, Первомайский, улица Санаторная на сумму 27 миллионов рублей за счет средств местного бюджета. На благоустройство дворов в Заволжье выделили 7 миллионов рублей. По программе «Комфортная среда» власти собираются реконструировать детскую площадку, дороги, освещение и места отдыха. Алексей Табинов, Андрей Шоклев, Республика. Чуваша и Саксония сделали шаг навстречу друг к другу. Залегация республики отправилась в Германию с официальным визитом, чтобы обсудить точки взаимодействия. Первые итоги деловой миссии подвели на совещании в Доме правительства. Члены кабинета министров обсудили немало других вопросов. Тема продолжит Дмитрий Ковалев. Эти кадры нашему телеканалу предоставил министр экономического развития региона. В объективе камеры – цеха одного из крупнейших производителей машин. Для чувашской делегации составили довольно плотную рабочую программу. Посещение заводов, деловые переговоры, презентация проектов. От официального визита в Саксонию ожидают большой отдачи. В рамках переговоров, выставок и презентаций была также представлена продукция металлообрабатывающего завода. Это компания «Найл Симмонс». Провели первичные переговоры по тому, чтобы представительство завода, ну именно локализация завода прошла у нас в Чувашской республике. Сегодня одна из возможностей для вхождения и занятия рынка Российской Федерации – это локализация производства и придание статуса этому производству отечественного продукта. Инвестиционные проекты намерены реализовать и бизнесмены республики. В ближайшие годы чувашские предприятия совместно с немецкой стороной наладят выпуск электромагнитных клапанов для поездов и кабелей. А на сентябрь намечен и ответный визит. Министерство экономики Германии в республику и для подготовки на начало 2019 года визита бизнес-сообщества земли Саксонии в нашу республику. Инвестировать в регион планирует и один из крупнейших банков России. В республике может открыться очередной колл-центр. Площадь нужна не менее 8 тысяч квадратных метров и примерно количество рабочих мест 8 тысяч. Это идеальная возможность открывается. Вот сейчас там ВТБ-24 или ВТБ-колл-центр есть. Полтора тысячи работают. Газпромбанк открыл свой колл-центр 500. Итого 9 тысячи специалистов работают в круглосуточном режиме. На повестке дня и весенний поводок. Половодье отмечают в МЧС пошло на спад. На реках АллатР, Сура и Цивиль уровень воды снижается. По реке АллатР там уже спад идет приличный. В том числе по территории Мордовии гидропост Тургенев дает уже минус 12 за прошедшие сутки. Ядрин Сура уже практически освободился от льда. Сейчас ледоход идет уже с верхней части сюда к нам по Волге. Считаем, что пик паводка мы прошли. Уже готовимся к пожароопасному сезону. В республике начинается пора субботников. Михаил Игнатьев поручил провести работы в сжатые сроки. Глава региона указал городским властям и на проблемы с брошенными автомобилями. Это даже вопросы антиресистских разных проявлений. Нужно вычищать все эти машины. У нас же есть штрафные площадки, где сегодня машины должны вставить. Где-то там они полуржавые, где-то с колесами спущенными стоят месяцами. Члены правительства обсудили эпидемиологическую ситуацию. Высокий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом сохраняется в пяти муниципалитетах. В республике введены ограничительные мероприятия по гриппу и ОРВИ медицинских, образовательных и социальных организаций. Для оказания медицинской помощи населению республики в период неблагоприятной эпидемии сформирован коечный фонд в 15 инфекционных стационарах. Но к началу следующего сезона эпидемии в республике планируют привить порядка 50% жителей. Безре Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. В связи с паводком в Ядрине, пробы, отобранные Чувашпотребнадзором в резервуарах чистой воды и водоразборных колонках, не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. Воду признали непригодной для питья и приготовления пищи. О принятых мерах рассказали в Минстрое Чувашии. У нас население все-таки не пострадало от употребления этой воды в пищу. Сейчас в Ядринской районной администрации готовится проект постановления. Это администрация о том, что завтрашнего дня в дошкольных образовательных учреждениях на приготовление пищи из махья, посуды и рук будет использоваться только бутилированная вода. В общеобразовательных учреждениях будут сокращены уроки, для того, чтобы горячее питание не обеспечивалось в школах. Соответственно, в учреждениях доп. образования, в дискультурном центре, в социальных организациях полностью будет прекращена работа. По текущим данным, предварительно пока на два дня. Двух дней должно хватить для дезинфекции резервуаров, которые в данный момент выведены из эксплуатации. Их вернут в работу после заключения Роспотребнадзора. В Ядрине имеется достаточный запас бутилированной воды, которую рекомендуют использовать для приготовления пищи. Для технических целей следует использовать кипяченую с добавлением дезинфицирующих средств. Пассивная организация дорожных работ и экологические субботники. Эти и другие темы обсудил глава Чувашия на совещании с главами администрации муниципалитетов республики. В этом году почти 4 миллиарда рублей будет направлено на ремонт дорог в муниципалитетах республики. Причем больше всего денег получит столица Чувашия. Чуваксарам будет выделено почти 2 миллиарда, 1 миллиард 955 миллионов рублей. Чебаксарскому району вместе с проектом БКД будет выделено 652 миллиона рублей. Безусловно, Чебаксарский район таких сумм на дорожные работы никогда не получал. Порецкий и Батыревский районы имеют такие значительные цифры тоже, 256 и 232 миллиона. Это связано с тем, что они активно участвуют в программе по устойчивому развитию сельских территорий. И вот в этой связи хотел бы ко всем главам муниципалитетов обратиться, активно включиться в подготовку проектной документации по этому направлению. Всего в этом году в сельских поселениях республики планируется построить и реконструировать 36 автомобильных дорог. В городах 13. Глава региона Михаил Игнатьев подчеркнул, необходимо тщательно контролировать качество дорожных работ. Срывов быть не должно. Подготовка к весенним полевым работам идет полным ходом. В 2018 году аграрии планируют засеять 560 тысяч гектаров. В текущем году поставлена задача увеличения площади посадки картофеля, точнее говоря, возврата утраченных позиций по производству этой важной традиционной для Чувашьей республики культуры. В хозяйствах республики имеется достаточное количество сельхозтехники для возделывания этой культуры. Здесь хочется обратиться к главам администрации, взять под личный контроль выполнение показателей по производству всех основных видов сельхозпродукции. Все это в соглашениях с вами у нас прописано. В настоящее время имеется стабильный спрос к общеварской республике, так и в стране в целом на семена технических культур. Подсолнечника, рапса, горчица, соя стоит с особой осторожностью формировать структуру посевных площадей с учетом включения в себе оборот подсолнечника. Весной в республике запланированы и проведение ряда крупных общероссийских акций. В их рамках пройдут экологические субботники, будут благоустроены городские и сельские территории. С 15 апреля по 15 июня пройдет общероссийская акция «Дни защиты от экологической опасности». В этот период пройдут массовый экологический субботник сбор и вывоз твердых коммунальных отходов, очистка и благоустройство родников, отделение территории, закладка новых парков, посадка зеленых насаждений различных категорий, благоустройство территорий городских и сельских населенных пунктов, санитарная очистка лесов, очистка водоохранных зон, прибрежных полос и водоемов. Также с 21 апреля по 21 мая пройдет всероссийский экологический субботник «Зеленая весна», пройдет 12 мая всероссийский день посадки леса. С чем-то родников должно быть, а не в каком состоянии сейчас вообще. Мы должны были в год экологии благоустроить. Все родники на территории закреплены, есть ответственные, вот есть энергозаптовая компания, которая каждый год по 2-3 родника благоустраивает. Все они находятся в хорошем состоянии, каждую весну их просто люди благоустраивают. А там, где есть питьевая вода, люди пьют, они всегда пьют только в чистых родниках. И здание, сооружение, очистку проводят. Практики надо распространять быстрее. Соответственно, катица воды – это наше здоровье. Глава региона Михаил Игнатьев также поручил привести в порядок мемориалы и места захоронения погибших в годы Великой Отечественной войны. Галина Титарчук, Анастасия Алангина, Александр Петров. Республика. Арбитражный суд вынес решение о расторжении договора между администрацией города Чебоксара и компанией коммунальной технологии. Напомним, предприятие уже несколько лет не платит аренду, образовались большие долги за потребленный газ. Теперь в этом деле поставлена точка. Ситуацию обсуждали и на совещании в правительстве республики, и на городской планерке. Удовлетворено требование судом совершенно объективно о расторжении этого договора в связи с тем, что существенная сумма задолженности, о которой мы и ранее информировали, она подтверждена и судом первой инстанции. Кроме того, судом отказано в удовлетворении встречного искового заявления о взыскании суммы неосновательного обогащения, которое коммунальные технологии хотели взыскать с администрацией города Чебоксара. Рассматривая новые варианты работы с поставщиками ресурсов, нельзя забывать о бесперебодном обеспечении жизнедеятельности населения города, отметил глава Чувашии. Сейчас в администрации Чебоксара рассматривают два пути выхода из ситуации. Первый – передать и включить все имущество в уставной капитал водоканала. Второй – передача в концессию другой ресурсоснабжающей организации. Нам необходимо дождаться полностью решения суда, который вступит в законную силу. Я так полагаю, что апелляция решения суда в любом случае КТ будет проводить, поэтому где-то порядка шести месяцев мы ожидаем окончательного принятия решения судом. Глава столичной администрации Алексей Ладыков подчеркнул, оба варианта нужно детально и внимательно проработать. Нужно проконсультироваться и с Минстроем, Чувашией, с экспертами в области теплоснабжения, с депутатами, общественниками. Ну и затягивать здесь не нужно. Вполне вероятно, что в этом году, в следующем, точнее, отопительном сезоне мы будем работать с новой теплоснабжающей организацией. Поэтому план прошу предстоять в течение 10 дней. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика. В выходные началась заявочная кампания на отдых в детских лагерях. В Чебоксарах пункты приема заявлений открыты во всех школах. В одну из них побывала наша съемочная группа. Татьяна Чермакова своего 11-летнего сына в лагерь отправляют уже в четвертый раз. Приходим утром, 8 утра, и вот проходим, получаем. Я, конечно, хотела в солнышко, но в солнышко у меня не получилось, уже мест нету, пока записались в санаторий «Надежда». Весь процесс занимает всего несколько минут. Выбрать можно любой лагерь и смену. Определиться родителям помогают операторы. Запись проходит в режиме онлайн. Мы просто пришли спокойненько, ну, естественно, конечно, в порядке очереди, по списочку, ну, записали, значит, а такого, что пожар, та же, чтобы вот прямо, знаете, там в драку, извините, в ругань, в скандал у нас такого не происходило ни разу. В этом году по льготной цене смогут отдохнуть более пяти тысяч детей. В первый же день оформили четыре с половиной тысячи заявок. Жалоб не было, все работало в штатном режиме. Необходимые условия были созданы для родителей, которые находились в том числе на территориообразовательном учреждении, стояли в очереди. То есть моменты эти все решались и нарушений общественного порядка не было. Прием заявлений продолжается. В будни пункты работают до 17 часов, в субботу – до 14. Уже вовсю идет подготовка к международному чемпионату рабочих профессий. Сейчас в Чувашии тренируется расширение состава национальной сборной по самой сладкой компетенции – кондитерское дело. Мы отправились посмотреть, все ли получается у участников. Кому светят мишленовские звезды? Каждый из нас хотя бы раз в жизни примерял фарту для того, чтобы нарезать салат или сделать торт из готовых коржей. Но есть повара с большой буквы. Они могут из того, что в холодильнике приготовить не просто еду, а настоящий шедевр. Эти ребята, уже ставшие профессионалами, могут приготовить любой кондитерский изыск. Австрийский яблочный штрудель, французские тарталетки, английские трюфели. Вот уже неделю они тренируются по 8 часов ежедневно. Всего оттачивать навыки изготовления различных полуфабрикатов и сложных пирожных участники будут две недели. В конце тренировки кондитеров ждет экзамен. Это лучшие кадры, которые есть на сегодняшний день в Российской Федерации. Несмотря на то, что они студенты, они фактически могут больше, чем те практикующие кондитера, которые работают в великолепных ресторанах Российской Федерации. Лучшие учатся у лучших. Сейчас кондитеры тренируются под руководством международного эксперта WorldSkills Елены Лилинковой. Они учатся. Сейчас они могут задавать любые вопросы. Могут, если что-то не получилось, переделать. Уже на экзамене такой возможности не будет. То есть они должны выполнить очень хорошо все. Москва, Санкт-Петербург, Тюмень. Кондитеры из разных регионов России среди участников расширенного состава национальной сборной. Каждый старается по максимуму выложиться на занятиях. Например, сегодня Александр Панкратенков из Санкт-Петербурга готовит свое любимое пирожное. Сегодня традиционная пирожная картошка в современной форме. Необычная начинка, жидкий центр из молочной жандуи. Эти тренировки нужны, чтобы проверить свои силы на выносливость в первую очередь. То, как мы умеем работать с продуктом, как мы их чувствуем. В четверке лучших и представитель Чувашии Евгений Краснов. В конце дня он представит на суд экспертов торт с лаймом и базиликом. Это как искусство. Ты импровизируешь, собираешь, создаешь что-то новое. Как ювелир. Очень тонкая работа. Уже не в планах открыть свое кондитерское предприятие. Но сейчас главное войти в состав международной сборной России. Ведь профессионалов много, а чемпион один. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика. 16 апреля 1945 года в ход за Великой Отечественной войны советские войска начали берлинскую стратегическую наступательную операцию. Цель перед солдатами стояла непростая. Разгромить основные силы немецких групп армии Висла и Центр. Овладеть Берлином, выйти на реку Эльба и соединиться с войсками союзников. Операция продолжалась 23 дня. Ширина фронта боевых действий достигала 300 километров. В эти дни по всей стране вспоминают о тех непростых временах. Ежегодно открывается вахта памяти. Открытие вахты памяти прошло в Чувашском национальном музее. В мероприятии участвовало более 100 человек со всех уголков республики. Ветераны, студенты, поисковики. Участники познакомились с выставкой «Память сердца, память земли». Обсудили план на поисковые работы в 2018 году. Совсем скоро отряды разъедутся в места бывших боевых действий Великой Отечественной войны для участия в вахтах памяти. Бах спускался с крыльца школы. Эти слова наверняка узнали тысячи россиян, которые в минувшую субботу написали тотальный диктант. Акция прошла в 15-й раз в стране и в 6-й в Чувашии. Необходимо каждое предложение прочитать три раза. Первый раз мы читаем для того, чтобы пишущие поняли смысл предложения. И перед первым прочтением мы говорим «Диктую первое предложение целиком». Те, кто решил проверить свои знания, еще только собирались в аудиториях. А в так называемой школе диктаторов уже несколько часов шла работа. В этом году на самой большой чебоксарской площадке акции в Чувашском госуниверситете имени Ульянова диктант читали продюсер Тованрадио Анжелика Иванова и директор национальной телерадиокомпании Оксана Очкасова. Нас обучали быть диктаторами. На самом деле очень полезное было занятие вводное. Ведь диктатор, от него зависит, будут пятерки или не будет, на мой взгляд. Потому что диктатор может помочь, может помочь интонации, чтобы знать, что там стоят какие-то правильные знаки припинания. Может читать правильно, для того, чтобы люди понимали, как пишется слово. Ольга Михайлова пишет «Тотальный диктант» уже в четвертый раз. В этом году пришла с дочкой. В прошлом году, кстати, у меня ошибок не было, я была отличница. Вот в этом году посмотрим, как будет. Почему вы решили написать? Мама заставила или сами захотели? Сама захотела. В школе я учусь на 4 и 5, а так, думаю, напишу на 2. Почему вы так думаете? Ну, текст, наверное, будет длинный, сложный. Впрочем, постоянно участники акции говорят, обычно бывает не так уж и сложно. Специально почти никто не готовится. Правила русского языка в основном запоминаются, по себе сушу, когда читаешь много-много книжек, и все это где-то там отседает. Писали диктант, правда, по специальной системе и иностранные студенты. Мы готовились с первого семестра, мы ходим на дополнительные занятия по русскому языку, и хотим лучший уровень свой увидеть в этом диктанте. Списывать будете со шпаргалок или телевизор? Нет, такого не будет. Мы хотим все честно, чтобы было. Списывать действительно смысла не было. Если участники не захотят, их результат никто не узнает. Пусть не дрожит ваша рука, ставя тот или иной знак припинания. Делайте это уверенно, потому что дальше фронта все равно не пошлют, говорят в народе. Ну что, начнем. Бах спускался с крыльца школы и оказывался на площади. У подножия величественной кирхи с просторным молельным залом в кружеве стрельчатых окон и громадной колокольней, напоминающей остро заточенный карандаш. Свои оценки и ошибки, если таковые будут, участники смогут узнать на официальном сайте акции в личном кабинете по логину и паролю после 18 апреля. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика. Делегация Чувашии побывала в северной столице России. Повод – исторические подписания соглашения о сотрудничестве нашего Дома Дружбы Народов с Домом Национальностей Санкт-Петербурга в рамках проведения Дня Чувашской культуры. Ассамблея народов Чувашия – молодая организация. Она появилась меньше двух лет назад, но за это время удалось сделать очень многое. В частности, открыт Дом Дружбы Народов, объединяющий представителей 128 национальностей, проживающих в нашей республике. Мы можем гордиться, что у нас Дом Дружбы имеет амфитеатр, выставочные залы, конференц-залы. Это один из современных общих объектов для развития творчества именно всех народов, которые проживали в Чувашской республике. Мы храним, любим друг друга, оберегаем культуру народов. Традиции – это истинный патриотизм, любим своей Родине. Делегация из Чувашии под эгидой Министерства культуры приехала в Санкт-Петербург по приглашению Чувашского культурного общества. Программа оказалась очень насыщенной. Художественная выставка «Волжские зори над Невой» объединила художников, уроженцев из Чувашии, проживающих в северной столице. Были показаны лучшие спектакли Чувашского академического драматического театра, такие как «Не сыграть ли свадьбу» и «Константин Иванов». Программа включила творческие встречи и обсуждения. Очень масштабно, что Чувашка с размахом, какие прекрасные костюмы, какие замечательные коллективы нас встречали, когда мы принимались по лестнице. Чувашская культура – это одна из самых самобытных, ярких культурных. В том году у нас прошел совместный праздник Катуми, в этом году мы продолжим эту традицию. Чувашское землячество Санкт-Петербурга – одно из самых активных объединений земляков в городе. Регулярно проводит научные, общественные и национально-культурные мероприятия, организует встречи и концерты и является мостом культурного обмена между регионами. Подписанное соглашение – важный шаг в развитии этнокультурных связей между Чувашским домом дружбы народов и домом национальностей Санкт-Петербурга. Татьяна Филатова, Республика. Классные встречи – так называется один из проектов российского движения школьников. Суть в том, чтобы ученики познакомились с известными учеными, политиками, спортсменами, режиссерами, музыкантами. Иными словами, успешными людьми. В этот раз учениками 17-й и 37-й Чебоксарских школ общалась участница Олимпийских игр Татьяна Акимова. После встречи стулованная спортсменка открыла соревнования по воркауту. У нас была с первого класса секция, и я просто еще в первом классе всех мальчиков выигрывала, поэтому мне хотелось заниматься. Как занятия спортом повлияли на учебу? Хотелось ли когда-либо бросить биатлон? Что лучше – быстро бегать или хорошо стрелять? Вопросов к минито и биатлонистке у школьников было много. Наверное, лучше тому, кто быстро бежит, поскольку тот, кто быстро бежит, у него еще есть возможность научиться хорошо стрелять. А тот, кто бежит немножко послабее, то уже тяжело себя физически натренировать. После беседы – автограф-сессия и открытие первенства военно-патриотического клуба «Орлята-37» по воркауту. В соревнованиях участвовали 14 команд. Многие спортсмены – воспитанники Ивана Остраумова. Он ведет секцию в 37-й школе. Ну, все началось с того, что я занимался самбой, и как-то мне тренер сказал – выполнить определенный элемент на перекладине. Он у меня не получался. И вот после этого я начал сам выходить и заниматься. В этот раз соревновались по таким направлениям, как фристайл и отжимания на перекладине. Участники утверждают – эти занятия не только укрепляют тело, но и тренируют стрессоустойчивость. Ну, допустим, если ты получил два, либо ты не сдал пробник, ты пошел и выплеснул весь адреналин, который накопился, то же самое и на турнике. В отличие от своих соперников, девятиклассник Алексей из сороковой школы занимается самостоятельно. По видео из интернета. Боркаут – это спорт для тех, кто готов самостоятельно развиваться без чьей-либо поддержки. Поэтому я либо один, либо с друзьями выхожу. Это самый доступный спорт. В итоге места распределились следующим образом. Первыми в общекомандном зачете стали ученики сороковой школы. На втором месте школа номер 17, на третьем номер 37. Ольга Пырычкина, Андрей Шокли, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. До встречи.